20 минут о красивой жизни, людях и событиях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте! Второй сезон Битвы блогеров оказался не только интересным, но и противоречивым. Кроме новых встреч, новых знакомств и новых знаний, место нашлось и неприятным шуткам, а также разочарованием. Как все прошло в финале, выясняла съемочная группа Beauty Time. Появиться на этой вечеринке без смартфона считается верхом неприличия. Не снимают здесь сторис, разве что официанты. Второй сезон Битвы блогеров – финал. Все очень дружественно, по-студенчески безбашенно и вместе с тем торжественно. Думаю, что нас много кто удивит. Это все, конечно, волнительно, потому что команды действительно готовились, и мы сегодня ожидаем по-настоящему крутое шоу, которое, я думаю, будет вспоминаться и для многих. На самом деле мы уже не знаем, чего от них ожидать, потому что мы знаем, что они очень готовились, причем готовились все команды, и для нас это тоже секрет, тоже тайна. Мы точно так же ждем этого финала и не знаем, что будет. Битва блогеров – это как игра, где герои меняются местами. Во втором сезоне наставниками стали те, кто, например, в первом был в жюри или даже участниками, а четырьмя из шести команд руководили дуэты. Моя команда с большой буквы «К», потому что они и так объединились. Я им сразу обозначила, что, ребят, вы действуете самостоятельно, я вас только направляю куда-то. Они действовали самостоятельно, то есть мы в нереально экстренных условиях снимали, делали, работали, изучали что-то. Первый сезон у нас прошел очень активно, то есть мы изучали и фотографию, и СММ, и прочие инструменты продвижения. В принципе, им это дали и специалисты второго сезона, но самые главные фишки, которые мы сами используем, мы, естественно, рассказали нашей команде. Наши силы объединились. Боря помогал ребятам, помогал ребятам выстраивать инстаграм со стороны бизнеса, подходил к этому очень серьезно, а мы развивали личный бренд. И мне кажется, вот этот вот двойной удар, он был еще более полезен. Вдвоем всегда веселее, и мы с Азатом просто друзья давно, и не было такого, что мы познакомились на проекте и давай-таки вместе что-то придумывать. У нас, в принципе, понимание картины мира примерно одинаковое, поэтому у нас все получилось. Финальное выступление – это так же важно, как и все то, что происходило в течение проекта. Именно поэтому на подготовку ушел весь запас творческой энергии. Хочу сказать спасибо инстаграму. Ты нас соединил во веки. Чужие вроде человеки. А как по коментам сказать? На финал, на самом деле, мы готовим прям бомбу. Мы из тех людей, которые не хотели делать какие-то танцы, пляски шоу, потому что мы все бизнесмены, мы все очень занятые люди. И мы сделали такую вишенку на торте. Даже такую бомбочку на торте, я бы сказала. Мы готовились ровно в 18 минут только что. Мы прогнали сценарий, который ночью писали два прекрасных мужчины из моей команды. И я думаю, что у нас будет такое достаточно победное выступление, только не с точки зрения массовости костюмов и подачи, а с точки зрения легкого юмора и креатива. У нас номер из тех годов, когда мы родились. То есть у нас вся команда примерно одного возраста. И мы решили сделать ставку на те психологические триггеры, которые были популярны именно в те времена и в наши, наверное, школьные годы. И мы вот решили на это сделать ставку. Я думаю, будет очень шикарно. Будет очень ярко, будет очень эмоционально. Я уверена, что всем понравится. Мы всех зажжем. Клипы, стихи, песни, танцы, импровизации. Пожалуй, нет такого жанра, в котором не попробовали бы себя блогеры второго сезона. Все это шоу в каком-то смысле осложнило работу жюри. Наряду с действиями в Инстаграм пришлось оценивать и артистические способности. Сегодня, то есть общая работа их в Инстаграме это 45 баллов. То есть 15 на фото, на видео и на копирайтинг. Сегодняшнее выступление это всего 20 баллов. Эта команда, она реально занималась. Ну и ровно идут Рогозина, Ураган и Инга. Много согласных. Для меня это было примерно все одинаковое. Поэтому опирался исключительно на то, что я видел сегодня. И со своей, ну некой такой творческой, может быть, составляющей оценивал емкость всего происходящего. Я, наверное, выделю Айну и Ингу. Вот у меня почему-то. И да, тогда я тоже просматривала по тегам. Вот именно вот эти два лидера зацепились. Хвалили судьи совсем недолго. Досталось в этот раз всем. И участникам команд, и их наставникам. Получше и над фотоконтентом, и вообще, да, всем. Ну, не скучно. Но нету в Инстаграме воздуха. В Инстаграме должен быть воздух. Иначе общая картинка не читается. Я сейчас хочу, чтобы, ну как бы не было такое, а я сказал и все там, давайте. Нет, почему у нас... Так, нет, давайте сделаем, как я сказала. Нет, нет, ну вот. Для меня важна не победа. Для меня важен тот результат, который я получаю. На данный момент результат моих блогеров. Результат участников битвы. И я думаю, то, что то, зачем они пришли, они получили. Половина команды считает, что мы уже победили, а вторая прислышивается к первой половине. Поэтому для нас сегодня очень важно кайфануть. Конечно, для меня победа очень важна, потому что я лидер по жизни, я люблю побеждать. Но в данной ситуации я не могу оценивать. Безусловно, я бы очень хотела победить, но я знаю, что мои коллеги, наставники, это очень сильные лидеры города Челябинска. И с ними соревноваться, я знаю, что будет очень тяжело. Поэтому, ну, как оценит жюри? Для нас важна и победа, и наш дополнительный челлендж, который мы сделали. Потому что в первом сезоне мы уже победили. Надо интереснее. От последнего дня, от последнего вот этого, да, финала, от этого шоу, мероприятия мы получаем наслаждение. И для нас это самое важное. Вот просто последние минуты впитать в себя так, чтобы запомнить на всю жизнь. Вот это самое главное. Эмоции. Эмоции. Хотя от победы мы, конечно же, не откажемся. И с удовольствием примем, не знаю, там, может, медали будут или грамоты. Первое место мы с удовольствием примем. Хоть победа в проекте и не главное, имя выигравшей команды – тема номер один этого вечера. Очень волнительный момент. Так затянулась дискуссия. Жюри и... Та-да-да-да-да! Мальчик! Кто? Та-да-да! Овации, восторги, поздравления Кубок Победителя, сертификаты партнеров, еще раз сертификаты партнеров и подарки спонсоров, тоже сертификаты. На этом второй сезон, казалось бы, должен был завершиться. Но мы забыли про главное – обсуждение всего произошедшего в Инстаграм. Мнение, комментарии, ответы, недовольство, критика, благодарности. Словом, все то, за что мы и любим, ну или хотя бы просто принимаем эту социальную сеть. О, 19 мая все по-пионерски идем на фестиваль здоровья. Фестиваль клиники – источник! Мы с семьей будем сочно! Оп! Будь здоров! Всегда здоров! Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот это легкая белая мука. Мягкая-мягкая. Макфа. Основа творчества. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Европейская одежда для реальных женщин. Сеть салонов одежды Априори. Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд 44-го по 60-й. Сеть салонов Априори. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки, второй этаж. Детский модельный бизнес – популярная тема для современных детей и их амбициозных родителей. Как попадают на подиумы или в глянцевые журналы, во что это может обойтись, Эти и многие другие вопросы программа «Бьюти Тайм» выяснила в рамках кастинга Международного детского модельного агентства, который проходил в Челябинске. И даже в таком юном возрасте они уже знают, что такое портфолио, снапшот и как проходит кастинг. А все потому, что эти девочки и мальчики решили проявить себя в модельном бизнесе. Неделю попробовал, мне понравилось, были достаточно хорошие фотографии. И в целом, говорили, у меня лицо подходит к глазам. И вот я понял, что мне нужно дальше продвигаться. Продолжали какие-то кастинги, также многочисленные показы. Осенью я лечу на неделю мод в Милан. И надо тоже как-то себя проявлять, чтобы кто-то там заметил. Не по-детски серьезно, участники кастинга и их родители планируют свое будущее в модельных агентствах мирового масштаба. Однако модель такого уровня должна соответствовать строго установленным критериям отбора. Возраст не так важен, важен рост. Потому что ребенок может быть 9 лет и 150, а может быть 9 лет. У меня есть девочка в агентстве, у нее 9 лет и рост 124. То есть она очень маленькая для своего возраста. И как раз благодаря этому она и поработала для Армании. Основные параметры это рост 116-140. Самая востребованная ростовка как в Италии, так и в России это 128, как правильно. То есть 128 снимают практически все бренды. Очень востребованный европейский типаж. Рыжики, конечно, в приоритете. Все заказчики сейчас очень хотят рыжих детей. Детская мода это не только про внешние данные. Это скорее про целеустремленность и терпение. А еще больше про везение. Поскольку не у всех даже красивых и харизматичных получается выйти в топ. Сейчас настолько вот эта вот конкуренция выросла, что очень сложно вообще в принципе ребенку попасть в Италию. Появилось очень много детей. И чтобы ребенок попал в Италию, это в принципе должна быть большая работа. И агента, и родителя, и самого ребенка. Если говорить об уровне развития детского модельного бизнеса, то количество специальных агентств и качество проведения фотосъемок говорят сами за себя. В России конкретно сейчас, мне кажется, зайти в любой класс и везде есть ребенок-модель. Раньше такой ситуации не было. Сейчас появилось очень много фотографов, очень много дизайнеров здесь. Студии открываются. У нас это действительно развито. Но если говорить о уровне съемок, о условиях, на которых дети работают, конечно, в Италии на очень многое вообще выше нас. Бывали истории, когда прислали одни фото, а приходит вообще непохожий ребенок, и снимали со съемки. Поэтому очень важно иметь также хороший, естественно, материал, снятый на обычный айфон. Если ребенок красивый, и если у родителей есть возможность выезжать в другой город, то я думаю, что все должно получиться. По крайней мере, очень много сегодня было красивых деток, очень много было ярких деток. И я думаю, что у них у всех все получится. Полноправными участниками всех этих кастингов и фотосессий можно назвать и родителей. Кстати, специально для них Анна Михайлова поделилась советами и лайфхаками, как более грамотно составить портфолио для международных агентств. Все проходило в формате дружеской беседы. То есть все вопросы, которые нас интересовали, мы задавали, нам все отвечали, просматривали материал, который мы с собой принесли. То есть, в принципе, очень информативно и полезно. Я очень многого не знала. То есть, очень много было, оказывается, ошибок именно во время съемок, что все-таки лучше прислушаться к стилисту, самой ребенка не одевать, не красить. Все-таки должны этим заниматься только профессионалы. И фотографы тоже, конечно, лучше ездить к топам, профессионалам. За день работы в Челябинске кастинг прошли около сотни детей. Из них в базу данных попали только трое. Получат ли они контракты – это тоже вопрос. А пока есть шанс хотя бы один на сто тысяч, все же существует надежда стать частью этой глянцевой истории. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Особенный стиль и безупречное качество Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Все сюжеты BeautyTime, новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru, на нашем YouTube-канале и странице в Instagram и ВКонтакте. Ищите по хэштегу BeautyTime нижнее подчеркивание TV. А на этом выпуск завершен. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok